Продолжение следует... Значит, мы с вами обсуждали в прошлый раз рассеяние света. Я кратко напомню, на чем мы остановились. Значит, мы получили для сечения упругого рассеяния вот такую форму. Рассеяние света омега четвертый поделить на ашу квадрата С четвертый. А здесь стоит сумма по промежуточным состояниям. В числителе стоит матричный элемент дипольного момента атома умножить на Е, придуманное на вектор поляризации света рассеянного. Второй дипольный, матричный элемент тоже дипольного момента, С, между начальным и промежуточным состоянием умножить на вектор поляризации падающего света. Здесь стоит омега минус омега С и. И минус второй член, где у вас поменялись местами. Фатоны падающие и рассеянные и лучевыми. И все это по-моему в квадрате. Значит, мы рассмотрели один предельный случай, когда омега много меньше, чем все атомные частоты. Все атомные частоты. В этом случае сечение сводится к сечению классического рассеяния. Омега четвертый поделить на С четвертый. А здесь стоит альфа ИК на Е, Питая сопряженная лямбка штрих, Е, Катая лямбка, по модулю в квадрате, где альфа ИК тензор поляризации, тензор поляризуемости, прошу прощения, тензор поляризуемости атома, В случае сферически симметричного атома альфа ИК пропорционально дельта ИК, и ответ получается просто омега в четвертый на С четвертый умножить на альфа по модулю в квадрате. И здесь стоит Е лямбда, определенный штрих умножить на Е лямбда. Тоже хватать по модулю. Это если свет рассеивается с определенными поляризациями. Если свет не поляризован, то нужно усреднить поляризацию, просуммировать по конечным и усреднить по начальным. То есть вот эта черта означает, что у вас стоит омега в четвертый на С четвертый, альфа по модулю в квадрате поляризуемость атома, а здесь стоит одна вторая сумма по лямбда лямбда штрих, от вот этой величины Е лямбда умножить на Е лямбда штрих по модулю в квадрате. По модулю в квадрате. Сумма по поляризациям считается элементарно, и угловое распределение рассеянного света дается просто вот этим выражением. Если вы воспользовались тем, что у вас, как вы помните, как вы считали, Е итая лямбда умножить на Е катая лямбда сопряженная, есть дельта и К минус К и Т, К катая поделить на К квадрат, то тогда в этом скалярном произведении стоит просто свертка таких двух членов, вот эта величина есть, дельта и К минус К и Т, К катая на К квадрат, умножить на дельта и К минус К штрих, и Т, К штрих, К катая, поделить на К квадрат тоже, поскольку частота не изменилась света. Ну вот эта величина есть. Здесь у вас будет тройка, минус один, минус один еще, и вот эта величина будет давать, это есть просто единица плюс косинус квадрат Т, единица плюс косинус квадрат Т, где Т, угол между падающим и рассеянным потоном. То есть стоит просто К К штрих, скалярное произведение, деленное на К квадрат, и все в квадрате. Это есть как раз косинус квадрат угла рассеяния. То есть угловое распределение очень простое. В этом случае. Ну еще следует отметить, что это чисто, постоянно планка выпала из ответа. Это означает, что рассеяние чисто классическое. Это действительно классическое релеевское рассеяние, в котором у вас падающее электрическое поле, в падающей волне Е, индуцирует дипольный момент D, равный альфа на Е. И дальше этот колеблющийся дипольный момент излучает по закону, интенсивность которого есть D с двумя точками по муну в квадрате. То есть прямо омега в четвертой возникает отсюда. Теперь. Дальше мы начали рассматривать второй случай, когда омега много больше, чем все частоты. Омега много больше, чем все атомные частоты. Ну и в этом случае мы увидели, что если мы просто пренебрежем омега С и в знаменитете, то эти два члена сокращаются, друг с другом. Поэтому нужно удерживать первый член разложения. В первом члене разложения у вас появляется ответ, получается следующий. D сигма для омега равна... Значит, одну омега мы вынесли, омега квадрат, поэтому омега в четвертый квадрат сократился один. Теперь H мы внесем под сумму, так чтобы H омега С и, у нас ответа есть ЕС минус ЕИ, и ответ тогда будет выглядеть так. Это есть омега квадрат поделить на С четвертый, на С четвертый, а здесь стоит по модернам вот такая сумма по С. Сумма по С здесь стоит ДСИ на ЕЛЯМДА на ЕС минус ЕИ делить на H омега. И минус второй член ЕС минус ЕИ делить на H омега, а здесь будет стоять ДИС на ЕЛЯМДА, ДАМДА на ДСИ, несопряженная лямбой К. Вот это по модернам квадрата. Ну вот, а теперь оказывается, что вот это выражение легко вычисляется. Вся эта сумма легко вычисляется. Для этого давайте мы вот это выражение внесем вот сюда и напишем, что ДСИ умножить на ЕС минус ЕИ это есть С, а здесь стоит коммутатор ДСХ и маточный элемент такой. После чего, так, ну-ка здесь нам знак плюс поставить, я прошу прощения, потому что в знаменателе плюс стоит. После чего этот коммутатор легко вычисляется, поскольку Д, это есть Е умножить на R, а коммутатор R с H, это есть R с точкой, это есть поделить на M, поэтому это есть Е поделить на M, тут маточный элемент, тут маточный элемент, P, S, P, S, ничего больше. Теперь, после того, как вы замените вот эту комбинацию здесь на P, S, и вот эту комбинацию здесь, при том же самом векторе, на минус P и S, поскольку здесь знак будет другой, то у вас от S явной зависимости от промежуточных состояний никакой не будет. После чего вы сумму по промежуточным состояниям можете снять, воспользовавшись полнотой. И ваше выражение перейдет в следующее, что это будет равно, да, теперь, омега квадрат сюда ушло, и сократилось, и в знаменателе осталось H квадрат, единица на H квадрат С четвертой, появится M квадрат, от P, еще E квадрат, а то, что здесь осталось, будет следующее, квадрат модуля от такого маточного элемента, и среднего значения фактически, а здесь стоит R, умножить на E, сопряженная лямбда, умножить, а здесь стоит оператор импульса P, умножить на E, есть лямбда штрих, здесь E лямбда, минус, поскольку здесь, мы здесь заменяли, то тут импульс будет стоять с другой стороны, минус P, умножить на E лямбда, умножить на E, умножить на E, сопряженная лямбда штрих, ну и здесь стоит вторая обкладка, все в квадрате, ну и дальше, если вы внимательно посмотрите на структуру этого выражения, то вы увидите, что здесь стоит просто коммутатор R с P, умноженный на E лямбда и E лямбда штрих, коммутатор R с P нам известен, это есть I H, поэтому отсюда выходит еще, из квадрата модуля, еще выходит H квадрат, H квадрат сокращается, и ответ получается вот такой, что все это оказывается равно, E квадрат поделить на M квадрат с F четвертой, а здесь стоит просто то же самое выражение E лямбда штрих, сопряженное на E лямбда, квадрат, ну и усредненное по поляризациям, если у вас свет не поляризован. Вот эта величина есть классический радиус электрона, поэтому ответ у вас просто R0 квадрат, классический радиус электрона, умножить на E лямбда, сопряженное умножить на E лямбда, квадрат. Классический радиус электрона появляется, если у вас рассеяние света идет на свободном электроне. Сечение рассеяния света на свободном электроне, это Томпсоновское сечение, то что называется, оно пропорционально классическому радиусу электрона. Опять, видите, ответ получился классическим, независящим от H вообще. То есть вот в этих двух предельных случаях никакой квантовой механики, вся сложная квантово-механическая структура атома исчезла, и отроз выражается простыми, классическими формами. Если у вас много электронов, то в этом случае у вас тут будет стоять сумма по всем электронам, дипольный момент, есть сумма дипольных моментов каждого электрона. Вот здесь будет стоять другая сумма по всем атомам. Поэтому при коммутировании у вас только одинаковые электроны, импульсы не коммутируют, координаты импульса одного электрона не коммутирует. Поэтому здесь возникнет Z одинаковых коммутаторов, которые дадут фактор Z в этом маточном элементе и в общем случае здесь появится множитель Z в квадрат. Множитель Z в квадрат. Вот в этом предельном случае получается такой простой ответ Томсона с пресечением рассеянного. Я хочу обратить ваше внимание на один интересный момент. Что вот это сечение растения если вы для свободного электрона вернетесь обратно к гамильтониану в форме P минус E в C на А в квадрате на 2М и запишите, что взаимодействие идет от двух членов минус E на М C на А плюс E квадрат поделить на 2М C квадрат на А квадрат то вот это сечение рассеяния будет отвечать вкладу вот этого члена одного вот этого члена А квадратного с точки зрения вот этот результат в точности воспроизводит вот этот результат Томсона Скоросейня за Томсона Скоросейня вот этот А квадратный член А квадратный член для меня теперь у нас остался промежуточный случай когда частоты падающих фотонов близки к какой-либо резонансной частоте омега Си частоте перехода омега Си ну в этом случае видно, что сечение, написанное в таком виде обращается в бесконечность понятно, что никакой бесконечности физики не бывает поэтому надо понять, что мы не учли мы не учли что промежуточное состояние возбужденное и поэтому оно само живет в конечное время поэтому конечное время жизни надо учесть если вы находитесь вблизи вблизи вот какого-то какой-то линии помню, как есть учет учет конечного времени жизни сводится в том, что вы должны к энергии добавить ширину и сделать замену сделать замену энергии ЕСТ на ЕСТ минус и гамма СТ пополам где гамма это, естественно, ширина линии промежуточного состояния ну тогда, если мы работаем вблизи одного резонансного члена тогда сечение у вас имеет характерное резонансное поведение мы сильно ходим омега есть омега в четвертой на H квадрат С в четвертой здесь будет стоять вот этот самый маточный элемент Д И С на Е лямбда штрих припеванную умножить на Д С И на Е лямбда по модулю в квадрате вот а из этого резонанса войдет фактор единица поделить на омега минус омега С и квадрат плюс гамма С в квадрате на 4 H в квадрат вот такая резонансная форма линии у вас получается если вы работаете вблизи какого-то резонансного перехода теперь еще один фактор когда мы писали маточный элемент то мы молчаливо предполагали что у нас атом повречен в начало координат и фактор вместо и писали просто Е Д лямбда вместо Е в степени И К Р вместо Е в степени Е лямбда умножить Е в степени И К Р ДР это координата центра атома мы считали что атом помещен в начале координат это все конечно правильно хорошо но если у вас рассеяние идет на нескольких атомов скажем на двух атомов то у вас уже ситуация меняется и этот фактор надо учитывать тогда что получится если у вас скажем рассеяние идет на двух атомов один из которых находился в точке Р1 а другой в точке Р2 в этом случае у вас взаимодействие который имеет вид Д Д на Е так же как и раньше будем пользоваться дипольным приближением Д на Е у вас будет входить сумма одного атома Д1 и плюс дипольный момент на электрическое поле от другого атома от другого атома один находится в точке Р1 другой в точке Р2 если атомы одинаковы то все в матричных элементах одинаково здесь в течение того что вот здесь будет стоять то есть маточный элемент атома можем вынести М а здесь будет стоять в одном случае Е в степени и К-К-Штрих Р1 где одно К идет вот от этого атома вот от этого вот от этого поля а второе К-Штрих от рассеянного от рассеянного от рассеянного падающего от рассеянного плюс Е в степени и К-К-Штрих на Р2 но можно одну экспоненту вынести она будет несущественная по модуру квадрата единица давайте мы эту величину К-К-Штрих обозначим как К-К-У передаваем и пусть атому К-К-Штрих когда это перепишите как Е в степени и К-К-Штрих Р1 а здесь вы ставите единица плюс Е в степени и К-К-Штрих Р2 минус Р1 ну и дальше и дальше при возведении в квадрат у вас сечение все в сечении появится дополнительный множник квадрат модуля вот этой величины квадрат модуля этой величины он простой он выглядит так 2 на единицу плюс косинус от К-У умножить на Р2 минус Р1 такой косинус расстояния между этими атомами если речь идет о двухатомной молекуле то рассеяние на двухатомной молекуле будет иметь вот этот дополнительный фактор если молекула свободна и она может крутиться свободно то вы должны усредить по всем ориентациям при усредении по всем ориентациям косинус зануляется и у вас остается двойка что совершенно естественно рассеяние сечение рассеяния на двухатом в два раза больше чем на одно однако если у вас полекула как-то ориентирована то может случиться что у вас вот эта величина Ку на Р2 минус Р1 будет там равна 2Пи или кратно в общем там где косинус будет равен единице тогда у вас сечение будет в 4 раза больше здесь двойка и счет косинуса двойка в том случае когда косинус равен минус единице сечение вообще может занулиться то есть есть направление ориентации такие молекулы в которых при данной передаче сечение может либо зануляться либо становиться в 4 раза больше ну вот теперь если мы от двух атомов перейдем к кристаллу к кристаллу состоящему из многих атомов то в кристалле у вас появится фактор в матричном элементе который есть сумма по E в степени I Q на R G E в степени I Q на R G и в том случае если у вас ориентация кристаллов выбрана Q выбрана так что у вас E в степени I Q на R G равно единице то в этом случае у вас матричный элемент будет в N раз больше чем на одном атоме и соответственно сечение будет пропорционально N квадрат N квадрат в случае произвольной ориентации такого не будет произвольной ориентации у вас вообще говоря когда вы возведете по модулю квадрата это сечение то вам надо будет если ориентация хаотическая то при усведении у вас выживут только диагональные члены которые будут давать единицы в квадрате модуля и сечение будет пропорционально N то есть есть некоторые углы некоторые углы такие что Q умножить на R G равно 2 I N где целое число и вот на этих углах у вас сечение будет на кристалле в N раз больше чем в произвольной ориентации но поскольку N у вас порядка там 10 только 23 и 24 степени кристалля то этот фактор оказывается очень значительным и тогда вообще просто рассеяние будет идти только в эти если у вас в кристалле решетка кубическая скажем с периодом периодом А то тогда это условие можно переписать следующим образом если модуль Q равен 2K на синус тета пополам где тета угол рассеяния это просто если его возведет в квадрат вот эту величину то здесь будет 2K квадрат минус 2K скалярное произведение то есть 2K квадрат умножить на единице минус 8 это это как раз даст 4K квадрат синус квадрат это пополам и вот это соотношение для модуля передаваемого импульса будет выполняться ну тогда если у вас период решетки А то получается условие такое что 2K на синус тета пополам должно быть равно 2П поделить на А на целое число какое-то ну вообще говоря другое давайте я напишу N ну N1 N1 где-то целое число зависит там от того какой вы берете атом ну вот отсюда видно что минимальное K минимальное K должно быть равно П делить на А где А это шаг решетки кристаллов шаг решетки кристаллов как вы понимаете он он ну порядка самих размеров атома порядка самих размеров атома то есть в районе Горовского радиуса или там сколько-то несколько Горовских радиусов вот а мы все время говорили что если у вас атом излучает свет то в этом случае длина волны света всегда примерно там в сотню раз больше чем размер атома это означает что K у вас будет за этого меньше чем P делить на А и поэтому для света такого рассеяния вы знаете Бреговское рассеяние вот это и есть Бреговское рассеяние и это определение Бреговских углов поэтому Бреговское рассеяние для обычного света нормального видимого света места не имеет потому что длина волны слишком велика если перейти длину углов то это условие будет выглядеть так N N умножить на лямбда должно быть равно 2 2 синус тета 2А на синус тета пополам 2А на синус тета пополам вот поэтому нужно брать длинный волк сравнимый как по крайней мере с размером решетки это уже рентгеновские кванты мягкие гамма-кванты для них у вас поэтому рентген структурный анализ кристаллов делается как раз на рентгене именно поэтому он рентген структурный для того чтобы можно было выполнить вот это соотношение так ну вот то что мы с вами все время говорили здесь относилось к случаю когда у вас начальное состояние и конечное состояние атома одинаково то есть рассеяние света было упругим в принципе в общем мы же начинали с того что у вас рассеяние света может быть и не упругим конечное состояние F может отличаться от начального состояния так что в общем случаю здесь нужно поставить F конечное состояние атома здесь поставить F конечное состояние атома а здесь вместо омега в четвертой будет стоять омега на омега штуг и здесь поставить омега вот это общая формула для случая неупругого рассеяния это неупругое рассеяние называется романовское рассеяние или рамановское не знаю точно как раман да наверное раман да поскольку из английского идет значит рамановское рассеяние хотя впервые оно наблюдалось в 28 году Ландсбергом Мандельштамом но тем не менее этот результат на западе был неизвестен и когда появились результаты рамана поэтому что естественно стали называть это рамановским рассеянием так ну вот на этом я хотел бы закончить все что связано с рассеянием света на атомах и перейти к последней теме нашего курса это описание рассеяния частиц квантовой механики как в квантовой механике описывается процесс рассеяния то есть то что сейчас будет дальше у нас это это Продолжение следует... 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 что d омега есть r квадрат ds ds Теперь, как производится измерение сечения? Что такое сечение? Величина физическая Ну, просто сюда пускается поток частиц с определенной плотностью потока жи жи падающего жи падающего А это р квадрат или индивидуальная? Да, я не там р квадрат написал Спасибо Р квадрат с другой стороны Падающий поток И дальше смотрится сколько частиц попадает на эту площадку в единицу времени Сколько частиц попадает на эту площадку в единицу времени n с точкой n с точкой n с точкой деленная на падающий поток на падающий поток с точки деленной на падающий поток Если вы разделите на падающий поток то вы получите как раз величину пропорциональную площади и это есть сечение, которое так вот экспериментально измеряется То есть для этого вам нужно контролировать две величины Во-первых, вы должны пересчитать сколько у вас частиц за время эксперимента попало сюда и во-вторых, вы должны знать в точности сколько частиц у вас падало за это же время Ну и тогда отношение вам выдаст сечение рассеяния Что меняется с планом механики? Итак, еще один момент Если взаимодействие, если поле рассеивателя у вас не обращается вдоль на конечном расстоянии то все полные сечения рассеяния упругого рассеяния в классической механике обращаются в бесконечность Потому что как бы далеко частица не пролетала у нее все равно будет какой-то маленький угол отклонения И этот угол отклонения стремится к нулю со стремлением прицельного параметра к бесконечности Так что полное сечение на все углы включаясь иное у вас всегда будет бесконечность То есть если взаимодействие не обрывается на конечном расстоянии Что меняется в квантовой механике? Ну в квантовой механике если вы будете смотреть какую классическую постановку задачи возникает одно серьезное ограничение на угол рассеяния Это ограничение связано с тем что если вы зафиксировали прицельный параметр РО то в силу соотношения неопределенности у вас вот в этой падающей частице появляется неопределенность в поперечном импульсе связанная с целью координатой в которой в силу соотношения неопределенности есть Дельта П поперечная Дельта П поперечная величина порядка H поделить на РО не меньше не меньше чем это может быть даже больше в этом случае в этом случае у вас если есть такая неопределенность в поперечном импульсе то у вас порождается неопределенность в уголе рассеяния связанная с тем которое будет порядка дельта тета порядка дельта но я взял максимальное Дельта РО которое возможно чтобы уменьшить ее как можно меньше поэтому если вы будете брать меньше чем вот эта неопределенность то Дельта П будет только больше я хочу взять минимальное Дельта П поперечная делить на импульс падающей частицы P на импульс падающей частицы P иными словами эта величина порядка H поделить на P РО на P РО понятно что как то что у вас частица начинает рассеиваться на углы меньше чем вот эта поговорить о том что у вас просеяние произошло уже не приходится у вас все забивается неопределенностью квантовой углы рассеяния и поэтому говорить о том что рассеяние имеет место уже не приходится но это сразу означает что в квантовом случае в квантовой механике у вас полные сечения рассеяния будут конечными и полное сечение и величина полного сечения определяется условием тем что вот это квантовая неопределенность будет в порядках угла рассеяния тета которую можно оценить следующим образом можно оценить следующим образом если у вас вот здесь вот частица летит с импульсом P то поперечный импульс набираемые частицы будет порядка сила поперечная умножить на время пролета P поперечная, которая появляется это и сила умножить на время пролета ну сейчас перерыв потом продолжим так значит P поперечная есть просто сила в поперечном направлении умножить на дельтатру характерное время пролета дельтатр порядка 30 декоратив поделить на скорость вот какое вот расстояние теперь сила F здесь минус DU DRO DU по DRO ну давайте мы ее грубо оценим как на дельтатру DU 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 Как только у вас сравнивается угол рассеяния на малые углы с величиной квантовой неопределенности, но это определяет вам максимальное сечение, полное сечение упругого рассеяния, которое есть в данном случае просто πс, есть π0 на ρ максимальное продаж. Ну вот эта оценка просто по порядку величины, но в принципе ее можно сделать немножко более удобно. Для этого надо написать, что у вас у есть функция поперечного координаты ρ и z, z у вас связано со скоростью частицы как v умножить на t, ну и написать, что двуперечное вообще говоря есть интеграл от минус бесконечности до бесконечности dt умножить на dU со знаком минус dU от ρ bt по d ρ. Здесь мы сделали просто оценку этого выражения, ну а вообще говоря можно использовать формулу из ландау для этой цели из механики и сосчитать вот этот импульс более точно, пользуясь вот этим выражением. Таким образом у нас получается, что сечение растения квантовой механики полное сечение упругого растения оказывается конечным. Исключение составляет кулоновское взаимодействие, поскольку оно падает слишком медленно и по этой оценке U от ρ максимальная будет тоже пропорциональная единица на ρ максимальная и поэтому ρ максимальная здесь у вас просто выпадает. Для кулоновского рассеяния сечение по-прежнему оказывается бесконечным для кулоновского поля. Теперь, ну вот пока мы говорили только о том, как квантовая механика влияет на классическую картину рассеяния, то есть это вот наши классические соображения. Мы по-прежнему говорили о прицельном параметре, о траектории и только приняли во внимание квантовую неопределенность угла рассеяния. Теперь, а как строго ставить задачу у рассеяния квантовой механикой? В квантовой механике у вас нет ничего никакой траектории, у вас есть волновая функция psi от r. Волновая функция psi от r. Ну, волновая функция, если вы знаете, то это хорошо, но во многих случаях сказать о том, какая волновая функция на всех расстояниях, на любых расстояниях, бывает заблудительно. Но, поскольку у вас всегда, ваш прибор стоит на больших расстояниях при r стремящихся к бесконечности от центра, то всегда в расстоянии вы будете иметь в основном дело с ассимптотикой волновой функции, с ассимптотикой волновой функции при r стремящихся к бесконечности. Значит, если вы переходите к квантовой задаче, то я все вот эти траектории стираю, и у вас просто есть вот... Детектор стоит вот по таком-то расстоянии r, в таком-то расстоянии r, и вы ловите только те частицы, которые попадают вот в этот телесный угол. Вот в этот телесный угол. И тогда можно ввести импульс рассеянной частицы K' который есть в случае у круга рассеяния, он совпадает с импульсом пазочной частицы по мотору, и направлен вдоль вот этого направления, где вы смотрите, где вы ловите частицы. Так вот, поскольку это стоит прибор всегда на синтетически далекой области, то вас интересует ассимптотика волновой функции при расстоянии r стремящихся к бесконечности, и про эту ассимптотику кое-что можно сказать. На больших расстояниях при расстоянии r стремящихся к бесконечности заведомо можно пренебречь потенциалу. За исключением кулона, правда. Давайте пока рассмотрим простой случай. За исключением кулона. Можно пренебречь потенциалу. Поэтому вот здесь у вас частицы движутся свободно. при расстоянии р стремящихся к бесконечности движение частиц свободно. Ну, давайте посмотрим, как тогда может быть устроена волновая функция в сфере r. Ну, во-первых, в ней должна быть падающая волна. Падающая волна. Вот эта волна падает с импульсом k, поэтому вот эта плотная волна падающая, отвечающая частицам с единичным потоком единицы объема, она всегда есть. Теперь, что еще у вас здесь есть? Ну, у вас еще есть рассеянная волна, которая идет от рассеющего центра. От рассеющего центра у вас расходящаяся волна во все стороны. Тоже известно, какой вид имеет. Это сферическая волна расходящаяся е степени и k r, где тут уже нет никакого скалярного произведения, поделить на r. поделить на r. Это расходящаяся волна идет во все стороны. Эта волна есть тоже решение свободного уравнения. Шренингер. Лаплас в си плюс k квадрат в си. Довольно нулю. Где k квадрат, это 2me делить на h квадрат. И где положить волна? Пожалуйста, еще раз. Это кажется виднее, да? Вот. Значит, вот есть просто 2 волны. Одна волна осталась от падающей частиц в начальном состоянии. И в конечном состоянии у вас есть еще рассеянная волна. И при ней будет стоять некоторый коэффициент f, который будет зависеть от направления падающей волны и того направления, куда вы смотрите. Вот этой величины, которую я обозначил k-штрик. От k и k-штрик. Величина f называется амплитуда рассеяния. Она имеет размеры с длинными, как видите. Амплитуда рассеяния. И через нее, как мы сейчас увидим, будет выражаться сечение рассеяния так. Значит, как мы говорили. Сечение рассеяния. Сечение рассеяния. Сечение рассеяния ТС-7. Есть число частиц единиц времен, попадающих на вот этот самый детектор. Отнесенное к плотности падающего потока. Падающий поток, плотность падающего потока мы считать можем. Вот эта часть волновой функции отвечает падающему потоку. Поэтому живость падающая. Есть h поделить на 2mπ. Вси, сопряженное градиент вси, минус комплексно-сокряженное мельчимое. Минус комплексно-сокряженное мельчимое. Значит, ну, естественно, если вы сюда подставите эту плоскую волну, то вы получите hk поделить на m, это и есть скорость частицы v. Ну, по модуру тут, я напишу вектор, по модуру это просто v, скорость частицы. Теперь, что такое m с точкой? m с точкой это число частиц, которое попадает на детектор площади ДС. его можно сосчитать следующим образом. n с точкой. Это есть плотность потока рассеянных частиц. Плотность потока рассеянных частиц умножить на элемент площади. вот этот. Или это можно записать как плотность потока рассеянных частиц умножить на hr квадрат на hr. Часть, отвечающая рассеянным частицам, у вас вот эта. У вас вот эта. Поэтому, если вы дальше по вот этой формуле, но поскольку у вас поток рассеянных направлен по радиусу, то вам достаточно взять только радиальную компоненту от градиента и G рассеянное. есть h на 2mi, здесь будет psi, сопряжённая dOdR на psi, минус dps, сопряжённая dOdR на psi. Ну, как всегда, у вас дифференцирование нужно только комплексных величин. f у вас константа, от r не зависит. r дифференцировать не надо, она действительно величина, поэтому дифференцируем только экспоненту. От экспонента выходит такой же фактор, что мы получим, что это есть следующая величина. Это есть r по модуру в квадрате поделить на r квадрат умножить на k поделить на r. Ну, или это есть r по модуру в квадрате делить на r квадрат умножить на скорость b. Ну, теперь подставляю сюда всё это и собираю все эти формулы и получаю, что эта величина есть. f по модуру в квадрате умножить на v поделить на r квадрат умножить на ds, который есть r квадрат dOm и поделить ещё на плотность падающего потока, которая есть v. В результате мы получаем простое соотношение, что ds по dOm для кругового рассеяния есть просто f по 2 hq по модуру в квадрате. То есть процесс рассеяния полностью определяется амплитудой f, которую вы находите, найдя синтетику волновой функции при r стремящемся к бесконечности. давайте посмотрим, какое общее выражение можно для для амплитуды рассеяния получить. для амплитуды рассеяния получить. Для этого давайте мы напишем уравнение Швейдингера вот в такой форме. Уравнение для волновой функции стационарного уравнения Швейдингера запишем в таком виде. Лаплас Пси плюс К квадрат на Пси равняется 2m поделить на h квадрат mu от r на Пси от r Здесь пока я даже не предполагаю, что у вас полицентральное, у вас произвольный случай. Произвольный случай. И давайте мы от этого уравнения дифференциального перейдем к уравнению интегрального. Воспользовавшись функцией Грина вот этого уравнения Гелинхольдсера функцией Грина g h h h h h которая удовлетворяет уравнению Лаплас g плюс как квадрат на g r равняется r это функция r минус h ну фактически функция Грина это обратный оператор оператор генгольдса это оператор обратный лаплас плюс k квадрат ну тогда если мы разделим на вот этот оператор умножим на функцию Грина и проинтегрируем вот это уравнение то ответ получится в следующем виде что psi от r есть значит я напишу так 2m на h квадрат здесь стоит интеграл d3r' здесь стоит пункта Грина от r умножить на ум от r на psi от r ну и сюда мы должны добавить решение которое есть в случае когда u равна нулю в случае когда уравна нулю у нас есть просто падающая волна поэтому вот здесь мы должны добавить решение отвечающее падающей начальной волновой функции которые есть в отсутствии взаимодействия в отсутствии взаимодействия у нас вот такая падающая волна ну вот теперь нам осталось выписать явный вид функции Грина и взять предел при r снимающихся к бесконечности насколько я понимаю функцию Грина уравнения Геленгольца вы знаете что смешно да? ну давайте я вам это напишу значит если К квадрата было бы равна нулю то функция Грина g от r это просто минус делится на 4p делится на r ну а здесь у вас еще К квадрат добавляется поэтому функция Грина g от r минус r есть минус и т минус на 4p а здесь стоит g в степени i k модуль r минус r штрих вы делите естественно на модуль r и и дальше можно непосредственно подстановку убедиться что у вас когда лаплаз вот эта дельта функция воспроизводится когда лаплаз действует на единицу на r лаплаз лаплаз действует на единицу на r вам выдаёт самую дельта функцию ну а когда лаплаз действует сюда он выдаёт минус k квадрат и поэтому k квадрат вот это сокращается и у вас получается уравнение что уравнение что это есть решение вот этого уравнения ну тогда мы для ламовой функции получаем такое простое выражение которое уже годится для того чтобы переходить восемь точек я перейду значит psi от r есть 2 степени i k r минус m на 2 pi h квадрат здесь 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 интеграл d3 r штрих r минус r штрих r минус r штрих r минус r штрих на u r штрих на u r штрих ну вот теперь в этом выражении мы можем стремить r к бесконечности по модулю значит тут есть два момента во-первых вот здесь мы сразу можем пренебречь r штрих при r стремящ ai все бесконечности Потому что если мы будем учитывать поправки от f', эти поправки будут падать быстрее, чем единицы на r. А в асинтотике волновой функции у нас интересует тот член, если единица на r. Поэтому вот здесь сразу можно приобретать f', а вот здесь нельзя, это всё-таки в экспоненте. Он выдаёт осценирующий член. Поэтому величину k на r минус r', надо разложить f', и тогда получится выражение такого сорта, что это есть k r минус k r' умножить на r и поделить, давайте я вот так напишу, r умножить на r' и поделить на r. Вот такое выражение. При больших r и при r' много меньше, чем r, по-моему. Теперь вот если вы посмотрите туда, то вот там k' определение есть k как раз умножить на вот это выражение. Поэтому вот это всё можно переписать как k r минус k' вектор умножить на r. k' умножить на r. И тогда это выражение переходит в следующее. Это будет e в степени k r, падающая волна. а здесь вот этот фактор мы вынесем, плюс, вернее минус я напишу, минус, e в степени k r поделить на r осталось, здесь-то осталось m поделить на 2p h квадрат, а под интеграммом осталось вот такое выражение d3r', e в степени минус i k' r, u от r' r', на psi от r', на psi от r'. Ну и теперь сравнивая это вот с той асимптотикой, мы сразу получаем, что амплитуда расселения у вас вычисляется, если вам известно psi от r по формуле, следующий f от k, , есть минус m поделить на 2p h квадрат, интеграл d3r', e в степени минус i k' на r, амплитуду расселения, зная волновую функцию psi от r на всех расстояниях, там где потенциал отличен от 0, вы немедленно по этой формулу вычитаете волновую функцию, амплитуду расселения, прошу прощения. Так. Теперь. Есть важный простой случай во всей этой науке. Простой случай заключается в том, что если взаимодействие u от r достаточно слабое, то вот это уравнение, вот это выражение, можно вычислять по теории возмущений. Если вы вычисляете по теории возмущений, у вас здесь стоит величина u, которая уже величина первого порядка, тогда psi вы можете взять в нулевом порядке. и вот это приближение носит название Бормовского приближения. Бормовское приближение. И в этом случае в Бормовском приближении амплитуда f зависит только от передаваемого импульса q, и она равна минус m поделить на 2p h квадрат, интеграл d3r, здесь стоит q от f, а здесь стоит e в степени минус ик штрих на r, а в качестве psi мы берем вот эту логовую функцию в степени ик. Тогда тут автоматически возникает k минус к штрих, который есть q, поэтому здесь стоит e в степени и q r штрих, а r можно дальше, не надо никаких штрихов, а это есть не что иное, как фурье компонентов взаимодействия. Поэтому в Бормовском приближении амплитуда пропорциональна фурье компоненты от q взаимодействия. Очень простое выражение. Очень простое выражение. Спрашивается, когда применимо Бормовское приближение? Ну, Бормовское приближение, естественно, применимо тогда, когда поправка при замене psi на волновую функцию на вот эту, на плоскую волну, поправка будет мала по сравнению с самой волновой функцией. С самой волновой функцией. В этом случае у вас действительно можно рассматривать возмущение как по теории возмущения. Можно рассматривать взаимодействие по теории возмущения. Поле u от r как возмущение. Ну, давайте оценим вот эту величину. Значит, если вы заменили вот здесь, поставили q, вот в этом выражении, ну, вот в этом выражении надо из этого исходить. Поправка к волновой функции должна быть мала по сравнению с первоначальными. Значит, поправка к волновой функции у вас выглядит так. Эта Пси есть минус m на 2 h квадрат, интеграл d3, здесь стоит e в степени i, k, r минус r штрих, у от r штрих на Пси от r штрих. Вот это поправка к волновой функции. А, нет, тут e в степени i, k, r пишу. e в степени i, k, r. Вот это поправка первого приближения. Ну и дельта Пси, дельта Пси по модулю должна быть много меньше, чем первоначальная Пси по модулю. В квадрате по модулю, e в степени i, k, r, которая по модулю равна 1. Вот это наше требование. Вот это наше требование на волновой функции. Ну, давайте оценим, грубо опять же, этот интеграл. Величина интеграла зависит от величины k существенно. Поэтому давайте рассмотрим два случая. Один случай, да, тут еще надо написать r на 0,4. Один случай, эта частица медленная. Медленная. Ну, естественно, что наиболее велика поправка там, где у вас взаимодействие наиболее сильное. Будем рассматривать ее при r равном нулю. Дельта Пси от нуля. Будет смотреть. Дельта Пси от нуля. Дельта Пси от нуля есть минус m на 2 pi h квадрат. Здесь стоит интеграл e3r. Здесь стоит e в степени iKr поделить на r. У от c на e в степени плюс iKr. Вот такая поправка дельта Пси. Ну, если поле у центрально симметричное, то мы можем дальше по углам проинтегрировать. Вот здесь по углам проинтегрировать. То есть у нас получится следующее. То есть минус m поделить... А, ну даже давайте не будем интегрировать по углам. Даже теперь сразу можем рассмотреть случай, когда у вас частицы медленные. Если потенциал у вас... Характерная область потенциала будет некоторая r0. Он отличен от нуля в области порядка r0. Потенциал. То тогда в случае, когда kr0 много меньше единицы, вы можете эту экспоненту заменить на единицу и тут, и тут. И тогда оценка получается следующая. 4π идёт от угла. 4π. Здесь будет m. Здесь будет 2πh квадрат. А тут поставится интеграл что-нибудь типа rU от r до r. Ну, который давайте мы оценим грубо следующим образом. Следующим образом, что это есть 2m поделить на h квадрат. Здесь я напишу r0 квадрат на некоторое у среднее. У среднее. На некоторое у среднее. Это просто по размерности, поскольку интеграл идет в область порядка r0 квадрат. Где у среднее, это вот этот интеграл с r до r. И эта величина, как мы видим, должна быть много меньше единицы. Ну, отсюда получается совершенно естественное условие на потенциал. Естественное условие на потенциал сводится к тому, что если мы теперь h квадрат на 2mr0 квадрат перенесём сюда, то мы получим соотношение следующее. Следующее соотношение. У среднее должно быть немного меньше, чем h квадрат поделить на 2mr0 квадрат. Смысл этого соотношения совершенно очевиден. моленно если потенциал у вас отличен от 0 на расстоянии порядка r0, то на этих расстояниях этот потенциал на этих расстояниях у вас частицы локализуют. Если он её локализует на этих расстояниях, то у него появляется генетическая энергия связанная с локализацией на расстояниях порядка r0, которая равна как раз h квадрат на 2 mr квадрат. Так вот, если это кинетическая энергия Много больше среднего значения энергии потенциальной То тогда вы можете рассматривать эту энергию как возмущение Что частица движется свободно И взаимодействие поля, внешний ОТР, потенциал У вас можно трактовать как возмущение Теперь, что меняется для выстрелки? Если у вас наоборот, КР0 немного больше единицы То вот тут вот, эти экспоненты быстро осценируются На расстояниях порядка КР0 Эти осцилляции, естественно, будут уменьшать интеграл Но давайте мы оценить величину этих осцилляций Для центрального поля Для центрального поля можно проинтегрировать по углу Х Значит, у вас вертапси можно представить в виде как Минус М поделить Два Пи от Пи сократится Здесь сюда сойдет одно К Х квадрат И здесь останется интеграл Р, ДР А нет, даже ДР не останется ДР на У от Р А вот здесь останется Е в степени 2 и КР минус единица Потому что когда вот здесь стоит минус единица Косинус угла равен минус единице У вас они сокращаются Ну вот теперь этот интеграл уже легко оценить Легко оценить Потому что у вас Если быстро осценирующая часть есть То тогда этой быстро осценирующей частью Можно принегречь и оставить вклад этот интеграл только от единицы От единицы И тогда получается у вас величина порядка Порядка Н Р0 На У среднее поделить на К Х квадрат Иными словами Вот это условие превращается в следующее У вас вместо Р0 квадрат, которое было здесь У вас появилась единица на К А единица на К у вас сущная большая Поэтому это условие Для быстрых частиц Вам облегчает жизнь И получается, что в среднее Должно быть много меньше Наш квадрат У нас не знаю Только с 1 метод И все равно Р0 квадрат Умножность на КР0 Вот этот большой фактор КР0 Вам Делает Немножко задачу проще Получается, что У может быть Больше Чем случае Медленных частиц Тем не менее Все равно Можно пользоваться Теорией возмущения И писать Борновское приближение Так Ну вот Нам осталось Какой-нибудь сосчитать пример Ну в качестве примера Давайте возьмем просто рассеяние В Кулоновском поле А, да, кстати В Кулоновском поле Когда можно Пользоваться К В Кулоновским приближениям Ну в Кулоновском поле У вас Для медленных частиц Борновское приближение Никогда не применимо Потому что Всегда Вы можете Найти такие расстояния Где у вас Вот это На больших расстояниях Вот это условие нарушается У среднего ведется Как единица на n А это единица на n квадрат Поэтому у вас При больших На больших расстояниях Это нарушится Однако Вот это условие Вам дает З е квадрат Поделить на r0 Должно быть Много меньше Чем К На h квадрат Поделить На Не буду писать m r0 r0 отсюда выпадает И ответ получается Следующий hk на m Это скорость Скорость hk на m Это скорость Ответ получается Следующий З е квадрат Поделить На hv Должно быть Много меньше Единицы Вот в этом случае Для кулоновского поля У вас Применима Применима Теория возмущения Я хотел напомнить Что когда мы В прошлом семестре Обсуждали Квасиклассическое Приближение То для кулоновского поля В условиях Условия применимости К квазиклассическому приближению Тоже выражалось Через вот этот фактор Но оно выглядело Как З е квадрат Поделить На hv Много больше Не имеется То есть В кулоновском поле Можно пользоваться Двумя приближениями Не решая точную задачу Хотя точная задача Тоже решается В этом случае Когда частицы Медленные У вас Поле Сильно искажает Движение Частица Далеко не плоская Вама Частица Сильно Отклазна Но зато Применимо Квазиклассическое Приклижение Это Частица Движется Почти по траектории Как Квазики Если же Частица Быстрая З е квадрат На hv Много меньше Единицы То тогда У вас Применима Теория Возмущения Вы можете Пользоваться Кулоновским Приклижением Дописание Рассея В Кулоновском Поле Тот факт Что у вас В Кулоновском Поле Есть Область Применимости Он Это видно Вот откуда Если вы Здесь поставите С Везде С То Е квадрат Наш С Это Альфа Это Условик Применима Так С Альфа Поделить На В С Должно Быть Много Меньше И Ну Или З Альфа Должно Быть Меньше Чем Мн Ц Вот Это Условие Применимости Уборновского Привлижения Для Кулоновского Поля Ну Теперь Давайте Посмотрим Как Выглядит Амплитуда Рассеяния Для Кулоновского Поля Уборновского Привлижения Поскольку Увеличена Кул У В данном Случае Это Есть 2К Асинус Тета Пополам Это Это Угол Рассеяния Угол Между К И К Штрих То Амплитуда Рассеяния Зависит Только От Угла Тета И мы Можем Написать Что Ф От Тета Есть Минус М На 2П H Квадрат У Е Компонента У От Кулоновского Потенциала Z Е Квадрат Поделить На Р У Е Компонента Кулоновского Потенциала По Мон�� Считалось Неоднократно Если поле Q от R есть там Z, ну, там, минус ZE квадрат на R, то в поле E компонента Q от Q есть 4P ZE квадрат поделить на Q квадрат. Но это непосредственно следует из-за равнения, что два класса единицы на R равняется минус 4P на как-то пункт, как R. Если вы возьмете курьер компонент от обеих частей, то тут будет стоять минус 4P, а здесь выйдет минус Q квадрат. Поэтому сразу получается такая. Так, ну, подставляю сюда, у нас P сокращается, двоечка остается, это равняется минус ZE квадрат поделить на 2ZE квадрат, поделить на H квадрат, и Q квадрат, в которой есть 4K квадрат синус квадрат, это пополам. И еще масса численно следует. Значит, смотрите. Значит, смотрите. В следующая лекция будет в субботу, следующая лекция будет в субботу, а во вторник у вас будет статфизика. В следующая лекция будет в субботу. Субботу. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...